И, к сожалению, единственное, еще один момент, который мы узнали о нас же самих, это вот этот раскол общества. То есть часть людей смотрят в будущее и понимают, где нас ждет перспектива, а часть людей, как, например, в моей родной Гагаузии, к сожалению, по-прежнему живут в прошлом, живут в Советском Союзе. Не хотят, хотя Советский Союз развалился, не хотят смотреть в будущее, не хотят идти в это будущее. И, более того, оправдывают себя вот этими уничижительными высказываниями, какими-то историческими мифами, которые рассказала нам когда-то Россия. То есть, к сожалению, большинство людей в Гагаузии, и не только в Гагаузии, и за пределами Гагаузии, и в Кишиневе, они есть в разных уголках нашей страны, которые живут в прошлом, которые хотят сохранить то, что невозможно сохранить. Которые солидаризируются с теми, кто нам на самом деле не является другом. И это очень-очень печально. То есть, мы должны из этого каким-то образом выбираться. Мы должны выбираться из этого состояния и понимать, что нас ничего хорошего, солидаризация с Путиным, фактически военным преступникам ничего хорошего не ждет. То есть, человеком, против которого инициированы, то есть, есть призывы, есть политическая воля инициировать международный трибунал. Попадет он туда, не попадет, это уже другой вопрос. Очень многие диктаторы пытались избежать международного трибунала, но в конечном итоге они там оказывались. Чем в данном случае Путин является исключением? Ну, окей, 140-миллионная страна, крупнейшая страна по территории в мире. Ну, знаете, как бы перед судом Божиим и перед судом даже человеческим, как бы все, как показывает время, все равны. Поэтому и не нужно солидаризироваться с теми преступлениями, которые совершает Российская Федерация. Нужно смотреть в будущее. К сожалению, взглядов в будущее нету. И более того, вот буквально вчера встретился с одним товарищем, да, ну, не мой, не он, не товарищ, он мне. Да, просто с человеком встретился, да. На торпеде у него был, соответственно, российский узкий молдавский флаг и флаг Республики Молдова, да. И он решил высказать мне претензию, да, что вот как бы ты, Михаил, оскорбляешь Гагаузов, достаточно так агрессивно высказался, да. То есть ты оскорбляешь Гагаузов, ну, видать, потому что я критикую Путина и, видать, за то, что я критикую вот эту вот слепую любовь к Российской Федерации и к Владимиру Путину многих наших сограждан, да. И вот меня поразила одна вещь, да, что люди верят в то, и даже был такой аргумент, Михаил, ты оскорбляешь, потому что Россия пришла и нас, Гагаузов, почистила от шеи, научила нас кушать белый хлеб и нас помыла. Ну, мой ответ был, как бы, моих предков никто от шеи не почистил, они сами себя от шеи почистили, да, они умели кушать белый хлеб и до того, как пришли сюда русские и умели, ну, мыться, да. Гагаузы, может быть, не были самой продвинутой народностью в Восточной Европе, да, но, безусловно, как бы, не были настолько, скажем, неразвиты для того, чтобы, ну, как бы, говорить сегодня эти вещи, да, во-первых, нужно изучить свою историю. Гагаузы пришли сюда, да, русский царь пригласил Гагаузов обрабатывать эти земли, но Гагаузы пришли сюда со своими орудиями труда и учились они не у русских, а учились они у народностей, которые населяли эту территорию. Здесь жили молдаване, пришли они сюда с болгарами, также русский царь в начале 19 века пригласил, да, не только за дунайских колонистов, но и колонистов из Габсбургской империи, поэтому мы знаем, что, знаете, территории Бессарабии было очень много немецких колоний, да, то есть эти люди друг друга учили, и Гагаузы хорошо возделывали землю, особенно хорошо занимались скотоводством, поэтому вот это вот уничижительное, унижительное унижение своих собственных предков меня, честно говоря, в угоду русским, меня, честно говоря, очень сильно поражает, да, очень сильно поражает, и это, и с этим надо что-то делать. Это, во-первых, от незнания своей собственной истории, и, во-вторых, вот эта слепая вера в русского царя, который дал нам землю, во-первых, он землю нам не дал, да, позволил здесь жить, давайте назвать вещи своими именами. В России тогда существовало крепостное право, и землей в начале 19 века и вплоть до 1862 года владело либо государство, либо помещики. Гагаузы не были ни государством, ни помещиками, да, как бы в частную собственность они землю тогда не получили, да, потом, после отмены крепостного права, они могли получить землю в собственность, но, как мы знаем, правила были очень жесткие, да, и возможность получить землю в частную собственность в Российской империи были, ну, скажем так, достаточно сложной. И вот это вот незнание истории порождает такие мифы, да, и вот эти мифы мы поверили, эти мифы мы приняли, да, и мифы, которые унижают, прежде всего, наших предков, и мы их распространяем, оправдывая нашу любовь, в данном случае не мою, да, я имею в виду большинство жителей Гагаузи, оправдывая свою любовь, вот эту слепую любовь к России и нежелание разбираться, да, то есть, где Россия поступает правильно, где поступает неправильно. Нужно разделять зерна от плевел, да, была история, были в истории черные пятна и белые пятна, да, то есть, полоса, белые полосы и черные полосы, но нужно отделять зерна от плевел, да, и нужно смотреть в будущее, а не в прошлое. Пора перестать жить прошлым, пора перестать жить ностальгией по Российской империи, по Советскому Союзу, Советской империи, и смотреть в будущее, да, и понимать, в чем наш, в чем наш интерес. Этого, к сожалению, нет. И, к сожалению, война в Украине нас ничему не научила. Украинцев научила. Украинцев научила защищаться. Украинцев научила ценить жизнь. Консолидировала нацию и строит новое государство. Часть в нашей стране, часть общества, ну как минимум половина, с моей точки зрения, по-другому взглянула на Россию и поняла, что наш единственный шанс выжить и развиваться это в Европейском Союзе. Но часть общества, ну примерно тоже, наверное, половина, да, пока еще живет в прошлом. И с этим нужно что-то сделать, это нужно преодолевать. Ну, в принципе, как бы мы и помогаем это все преодолевать вот этими передачами, нашими стримами. И единственное, что могу сказать, нужно лучше читать историю и лучше узнавать историю, да, и развенчивать те исторические мифы, которые нам навязала сначала Российская империя, потом Советский Союз. Особенно о румынском периоде нашей истории, да, кто бы что ни говорил, кто бы как ненавидел румынский период нашей истории, но тут я не могу не сказать, да, что вместе с Королевством в Румынии на территории Бессарабии пришла демократия, да, гагаузы, болгары, молдаване, все немцы, те, кто проживал на этой территории, получили возможность выбирать своих представительств, выбирать свои местные органы власти. В Российской империи не было такой возможности. Сюда пришел всеобуч, да, обязательно сначала 4 класса, 7 классов, потом 7 классов образования. И очень многие гагаузы стали получать высшее образование в Ясах, в Бухаресте и так далее. Я не к тому, что они не имели возможности получать образование в Российской империи, но по переписи 1895 года в Бессарабии грамотных было, ну, не так много, да, ну, по-моему, меньше 20 процентов. Это очень-очень мало, да, поэтому, как бы, лучше нужно знать свою историю и не относиться к своим предкам так унизительно, как это делают очень многие здесь, оправдывая таким образом любовь к России.